всем привет сегодня мы с вами разберем задачки из первого листочка то есть по листочку правила суммы правила произведения был запрос разобрать задачки 4 6 и несколько пунктов из 5 мы их сейчас разберем здесь также они будут лежать файлики с решениями там будут вообще все остальные задачи тоже расписаны но если у вас остаются вопросы то обязательно пишите либо мне я костя если кто еще не знает либо другим куратором то есть у вас никита на курсе еще куратор вот давайте приступим к разбору задачки про лестницу лестница состоит из 8 ступенек не считая верхней и нижней площадок спускаясь можно перепрыгивать через некоторые ступеньки можно даже через все 8 перепрыгнуть сколько способов у нас спуститься по этой лестнице ответ мы получили 2 в 8 равно 256 давайте нарисуем лесенку 3 4 5 6 7 8 это 1 2 3 4 5 6 7 8 давайте посмотрим на первую лесенку мы можем либо встать либо нет либо встать либо нет то есть у нас два варианта на вторую либо встать либо нет два варианты на третью также на четвертую либо встать либо нет на пятую либо встать либо нет на шестую на седьмую на восьмую получается что у нас для первой лесенке два варианта для 2 2 для 3 2 для 4 5 6 7 8 ну и по правилу мы должны эти двойки перемножить. Таким образом, мы получаем тот самый ответ 2 в степени 8, что то же самое 256. Теперь разберем шестую задачку. Номер трамвайного билета состоит из шести цифр. Если у двух рядом стоящих цифр разность равна пяти, то этот билетик замечательный. Сколько всего существует замечательных билетов? Итак, ответ, как вы видите, 10 шестой минус 10 умножить на 9 в пятой, 49510. Давайте попытаемся понять, почему получается именно такой ответ. Ну, мы из количества всех билетиков шестизначных вычли количество билетов незамечательных, то есть у тех, у которых разность никаких двух рядом стоящих цифр не равна пяти. Как мы получили количество всех билетов 10 шестой? У нас шесть позиций, нигде не сказано в условии задачки, что у нас номер билета не может начинаться с нуля, значит, спокойно может быть билетик из шести нулей. Значит, у нас на первое место 10 вариантов поставить цифру, на второе 10, на третье 10, на четвертое, на пятое и на шестое. По правилу произведения перемножаем, получаем, что всего у нас билетиков 10 в шестой. Почему у нас незамечательных билетиков 10 умножить на 9 в пятой? Давайте это поймем. А у нас, если разность равна пяти, то она может возникнуть только если у нас стоят такие пары. 0 и 5, ну, цифра рядом стоящих, 1 и 6, 2 и 7, 3 и 8, 4 и 9. Получается, если, например, у нас стоит двойка, то у нас следующая цифра может быть какой угодно, кроме семерки. То есть 9 вариантов останется. Если, например, стоит 7, то следующая цифра может быть какой угодно, кроме двойки. Ну, давайте посмотрим тогда. Это чтобы посчитать количество незамечательных билетов. Тогда у нас получается, на первое место мы можем поставить совершенно любую цифру. 10 способов. На второе место мы можем поставить любую цифру, кроме той, которая стоит в паре с первой. То есть, например, если на первое место мы поставили 6, то в паре с ней стоит единичка. Единичку сюда мы поставить не можем, но любую другую цифру поставить можем. Значит, у нас 9 способов. Смотрим на эту цифру. Если здесь, например, стоит девятка, то мы можем поставить любую цифру на следующее место, кроме четверки. Аналогично с любой другой. Получается, у нас и для третьего места 9 вариантов. Тогда и для четвертого 9, и для пятого 9, и для шестого 9. По параллопроизведения мы снова это все перемножим. Получим ответ 10 умножить на 9 в пятой. Это незамечательных билетов. Но замечательные плюс незамечательные равно все. Значит, чтобы найти количество замечательных билетов, нам нужно из всех вычесть незамечательные. А это, как мы выяснили, всех билетов у нас 10 в шестой, а незамечательных 10 умножить на 9 в пятой. Вот мы с вами получили ответ этой задачи. Перейдем теперь к пятой задачке, к пункту L. Сколько существует четырехзначных чисел, в запись которых ходит ровно одна цифра 5? Ну, да, буду подписывать, что у нас речь идет о четырехзначных числах, запись которых ходит ровно одна цифра 5. Давайте посмотрим, почему получился именно такой ответ. Пусть у нас пятерка стоит на первом месте, когда у нас на первое место поставить один вариант цифру, то есть 5. На любое другое место мы можем поставить любую цифру, кроме 5, потому что 5 уже стоит на первом. Значит, получаем, что у нас всего вариантов таких чисел 1 умножить на 9, на 9, на 9. Далее, пусть у нас пятерка стоит на втором месте, тогда на первое место мы можем поставить любую цифру, кроме 0 и 5, потому что на первом месте не может стоять 0 из-за того, что у нас четырехзначные числа. Значит, там 8 вариантов. На втором месте стоит пятерка, один вариант. На третьем и четвертом местах стоят любые цифры, кроме пятерки. То есть еще 9 и 9. Аналогично, если у нас пятерка стоит на третьем месте. И также аналогично, если пятерка стоит на четвертом месте. У нас эти варианты никогда не пересекаются, значит по правилу суммы мы должны это сложить. Четыре варианта. Получаем ответ 2673. Собственно, мы решили эту задачку. Следующий пункт. Также у нас речь идет о четырехзначных числах. Спрашивается, сколько у нас четырехзначных чисел, делящихся на 4 и состоящих от цифр 1, 2, 3, 4. Признак делимости на 4 есть такой? Признак делимости на 4. Если число, составленное из последних двух цифр, делится на 4, то и все число делится на 4. Так как мы используем в этой задачке только цифры 1, 2, 3, 4, у нас в конце действительно могут стоять только 1, 2. Здесь какие-то две цифры. 2, 4. 3, 2. 4, 4. То есть первые две цифры мы выбираем четырьмя способами, так как там могут быть только от 1 до 4 цифры. Далее выбираем третью цифру любым способом, то есть тоже 4. А на четвертом месте у нас будет стоять, если мы ставим единичку, то обязательно двойка. Если двойку ставим, обязательно четверка. Если тройку ставим, обязательно двойка. Если четверку ставим, обязательно четверка. Значит на последнем месте у нас один вариант поставить цифру. Она будет зависеть от той, которую мы поставили на третье место. По правилу произведения перемножаем и получаем ответ в этой задачке 4 в третьей. Следующий пункт. Найдите количество четырехзначных чисел, в записи которых нет двух стоящих рядом одинаковых цифр. Давайте также четыре позиции нарисуем. На первое место мы можем поставить любую цифру, кроме нуля. Значит у нас 9 способов выбрать цифру на первое место. На второе место мы можем поставить любую цифру, кроме той, которая стоит на первом месте. Следовательно у нас также 9 способов. Ноль теперь можно, но нельзя ту, которая на первом месте. На третье место мы не можем поставить ту, которая стоит на втором. То есть 9 способов. И на четвертое место мы не можем поставить ту, которая стоит на третьем. То есть снова 9 способов. По правилу произведения перемножаем, получаем ответ 9 четвертый. Или он здесь у вас посчитан 6561. Следующий пункт. Найдите количество четырехзначных чисел, в записи которых некоторая цифра встречается ровно 3 раза. Ну, нам нужно рассмотреть три случая. Первый. Если у нас повторяется 0. Когда он не может быть на первом месте, следовательно на первом месте какая-то другая цифра. Любая, кроме нуля. То есть у нас 9 способов выбрать цифру на первое место. А на втором, третьем и четвертом обязательно будет стоять 0. То есть для каждой из следующей позиций у нас только один вариант. Поставить туда 0. Получаем, что у нас в этом случае всего 9 таких чисел. Теперь второй способ. Если первая цифра не повторяется. То есть повторяются снова следующие три цифры, но при этом на первом месте у нас обязательно стоит какая-то другая цифра. Кроме нуля. С нулем мы рассмотрели случай отдельно. Из этого следует, что на первое место мы можем поставить любую цифру, кроме той, что повторяется, и кроме нуля. То есть у нас 8 способов. На второе место, на третье и на четвертое мы ставим повторяющуюся цифру. Ну, мы должны ее выбрать на одно из мест. То есть на второе место мы выбираем какую-то цифру девятью способами. Это все, кроме той, что стоит на первом месте. И следовательно, на третьем и четвертом будет такая же цифра, как на втором. То есть у нас в этом случае получается 8 умножить на 9 способов, то есть 72. И третий вариант. Если первая цифра тоже является повторяющейся. Пусть у нас вторая цифра не повторяется. Тогда мы сможем выбрать на второе место любую цифру, кроме повторяющейся. 9 способов. Давайте я чуть это поправлю. Так, 9 способов. На первое место мы выбираем повторяющуюся цифру. Кроме нуля, потому что ноль нельзя. Тоже 9 способов. На третьем и четвертом месте у нас будут цифры, которые такие же, как и первая. Теперь пусть не повторяется третья цифра. Тогда получаем такой же вариант, только у нас для третьей позиции 9 вариантов. И пусть не повторяется теперь четвертая цифра. Получаем то же самое. Если мы все эти 3 сложим, то получим, что это у нас равняется 9 умножить на 9 умножить на 3. Тогда итоговый ответ будет 9 плюс 8 умножить на 9 плюс 9 умножить на 9 умножить на 3. Это 324. И последняя задачка. Сколько существует четырехзначных чисел, сумма которых четна? Давайте выберем любые 3 цифры на первые 3 места. То есть на первое место мы можем выбрать любую цифру, кроме нуля. У нас 9 вариантов. На второе вообще любую цифру. На третье место вообще любую цифру. Дальше смотрим. Если у нас сумма с первого по третье место цифр получилась нечетной, то тогда, чтобы у нас вся сумма стала четной, нужно на последнее место также поставить нечетную цифру. Потому что у нас нечетная плюс нечетная равно четная. Таких цифр всего 5. Значит, у нас 5 вариантов для последнего места. Если же сумма у нас окажется четной, то мы должны поставить на последнее место четную цифру. Потому что четное плюс четное равно тоже четное. Но четных цифр тоже 5. Следовательно, какой бы случай у нас не был, мы обязательно будем выбирать одну из пяти цифр. Тогда по правилу произведения это перемножаем и получаем ответ 4500. Мы разобрали все задачки, которые заказывали вы. Если какие-то вопросы остались, обязательно пишите мне или другим кураторам еще раз. Обязательно прочитайте файлик с решением задач всех остальных. Вдруг вы думаете, что вы правильно решили, но на самом деле ответ не такой, как у вас получится. Или там разбирается способ, с помощью которого проще решать. В общем, обязательно откройте файлик с решением всех задач. И удачи с новым листочком!